Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители! Сегодня, 4 июня, вы смотрите программу «День веков хронограф». Для вас и ее проведем мы, я, Евгений Воскресенский. И я, Светлана Рудская. Программа «День веков хронограф» поздравляет с днем рождения всех наших телезрителей, родившихся в этот день. И желает вам счастья и благополучия. Мы рады вам сообщить, что 4 июня родились знаменитые люди настоящего и прошлого. Среди них... Древнегреческий философ Сократ и основатель французско-уголовной полиции Франсуа Эженведок. Герой войны 1812 года генерал Алексей Петрович Ермонов. И знаменитый японский актер Кикугора Оноэ Пятый. Комик Александр Давидович Бениаминов. И английский изобретатель, создатель судна на воздушной подушке Кристофер Коккерл. Сегодня 4 июня. В эфире программа «День веков хронограф». В этот день мировой истории произошли следующие события. В 1647 году король Англии Карлов первый попал в плен к английской революционной армии. В 1666 в Париже состоялась премьера пьесы Мольера «Мизантроп». И в 1696 впервые русский флот принял участие в боевой операции, отрезав город Азов от моря. А в 1716 году в Луизиану впервые привезли африканских рабов. И в 1741 году русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски. В 1783 году на рыночной площади Ванноне прошла первая публичная демонстрация воздушного шара братьев Монгольфье. И в 1800 в Вашингтоне было завершено строительство Белого дома. В 1817 году правительственным указом Одессы предоставлен статус вольного города. И в 1845 году началась война между Мексикой и США. В 1866 было основано императорское русское историческое общество. В 1910 году в Париже русский балет Дягилева впервые представил балет Шехерезада Римского Корска. И в 1960-40 году на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». В 1944-м американские войска вошли в столицу Италии Рим. И в 1959-м принадлежащие США сахарные фабрики и плантации на Кубе были экспроприированы. Сегодня 4 июня. Вы смотрите программу «День веков хронограф». И сейчас мы вам подробнее расскажем о тех событиях, которые произошли в этот день в России в былые времена. Ну и начнем мы с военной истории. 4 июня 1696 года русский флот впервые принял участие в боевой операции, отрезав Азов от моря. Первая попытка взятия Азова была предпринята еще в июле 1695 года, но за три месяца крепость взять так и не удалось. Главной причиной поражения стало отсутствие флота. Русская армия не могла препятствовать снабжению крепости по морю. Кроме того, это существенно увеличивало время доставки военных грузов. Свою роль сыграли также несогласованность действий русских войск и слабая инженерная подготовка. Зимой 1696 года в Воронеже и Преображенском было развернуто масштабное строительство кораблей. Построенные в Преображенском галеры в разобранном виде доставлялись в Воронеж. Там собирались и спускались на воду. Кроме того, из Австрии были приглашены инженерные специалисты. Во второй половине мая казаки на галерах в устье Дона напали на карабан турецких грузовых судов. В результате были уничтожены две галеры и девять малых судов, а одно небольшое судно захвачено. 4 июня флот вышел в Азовское море и отрезал крепость от источников снабжения по морю. Подошедшая турецкая военная флотилия не решилась вступить в бой. В июле были завершены подготовительные осадные работы, а еще через несколько дней после длительных артиллерийских обстрелов гарнизон Азова сдался. 4 июня 1775 года в Петропавловскую крепость была доставлена таинственная самозванка княжна Тараканова, предъявлявшая претензии на русский. Под именем княжны Таракановой в нашей истории известны две княжные. Одна действительная, другая самозванная. Начнем мы с истории самозванки. Многие современные ей писатели называли ее дочерью-трактирщика или булочника. Но это вряд ли достоверно. Ввиду ее хорошего воспитания, такта, знания языков, сама она говорила о своем происхождении по-разному. Отличаясь редкой красотой и умом, она имела ряд поклонников, которых доводила до разорения и до тюрьмы. Преследуемая кредиторами, она перекочевывала из города в город, именуясь то девицей Франк, то Шель, то госпожой Тремуэль. В эту женщину были влюблены самые блестящие люди века. Ее красоте завидовала Мария Антуанетта. Ей объяснялся в любви самый блестящий лавелас Франции, принц Лозен и самый блестящий кавалер России, граф Алексей Орлов. В начале 1774 года Тараканова самозванка объявила себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, сестрой Пугачева и претенденткой на русский престол. Для достижения своей цели она решилась отправиться в Венецию, а оттуда в Константинополь. Но бурю была выброшена около Рагузы. А между тем Алексей Орлов получил от Катерины Великой повеление схватить бродяжку. Что он исполнил, притворившись ее сторонником и даже предложил ей свою руку. В 1775 году в Петербурге безмолвной белой майской ночью с борта одного из кораблей русской эскадры, прибывшей из Италии, на яхту, следующей к Петропавловской крепости, спустили женщину, закутанную в плащ. Несмотря на ежедневные многочасовые допросы, от пленницы так ничего и не добились. Самозванка просила лишь встречи с Екатериной. Состоялась ли эта встреча или нет, до конца, так сказать, неизвестно. Но неожиданно допросы прекратились. И о женщине как будто забыли до самой ее смерти, которая произошла уже через несколько месяцев. А Алексей Орлов после прибытия в Петербург попросил об отставке и больше никогда не участвовал в политической жизни. Императрица же на закате своих лет уже не могла даже вспомнить ту, которую так страшилась прежде. А о настоящей княжне Августе Тимофеевне Таракановой, рожденной от марганатического брака императрицы Елизаветы Петровны с Алексеем Разумовским, тоже мало что известно. Место ее рождения неизвестно. Неизвестно также, когда она была отправлена за границу, где получила воспитание, и откуда с силой в 1785 году была привезена по повелению императрицы Екатерины II в Московский Ивановский монастырь, который предназначался для презрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей. Постриженная под именем Досифея, она прожила здесь до самой смерти и в полнейшем уединении, занимаясь благотворительностью, чтением душеполезных книг и рукоделием. Последние годы она провела в безмолнии и считалась праведной. Росту была среднего, худощавой и редкой красоты. Только после смерти Екатерины ее стали посещать митрополит Платон и некоторые знатные лица. Похороны Таракановой состоялись в 1810 году в Новоспасском монастыре, родовой усыпальнице Бояр Романовых. На погребении присутствовал сам генерал-губернатор Москвы и все вельможи, находившиеся в тот момент в городе. 4 июня 1804 года Иран потребовал от России вывезти ее войска из Закавказья. Отказ официального Санкт-Петербурга стал поводом для начала русско-иранской войны 1804-1813 годов. Иран начал военные действия. Персидская армия в несколько раз превосходила численностью русские войска в Закавказье, но значительно уступала им в военном искусстве боевой выучке и организации. Русскую кавказскую армию возглавлял вначале Иван Васильевич Гудович. Его войска в короткий срок сумели покорить Генжинское, Шикинское, Карабахское, Ширванское, Кубинское и Бакинские ханства. Но после неудачного штурма Эривани в 1808 году новым командующим был назначен генерал Александр Петрович Торнс. Он одержал несколько побед над персами, захватив на Хичевань, Мигры, Сухум-Кале. В 1810 году Иран и Турция заключили союз против России, который, однако, мало им помог. В 1812 Турция вышла из войны, а в октябре 1812 года войска генерала Петра Степановича Котлеровского в составе двух тысяч человек атаковали десятитысячную армию персов и обратили ее в бегство, после чего заняли Аркиван и Ленкарайн. Этой победой и решили исход войны в пользу России. В октябре 1813 года был подписан Гюлистанский мирный договор, по которому Иран признал присоединение к России Дагестана и Северного Азербайджана. Северного Азербайджана